Беседа 82 Матфея 26, 26 И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил и, раздавая ученикам, сказал Примите и едите, сие есть тело мое И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал Пейте из нее все Ибо сие есть кровь моя нового завета, за многих изливаемая в оставлении грехов О, как велико ослепление предателя Приобщаясь с тайн, он оставался таким же и, наслаждаясь страшной трапезой, не изменялся Это показывает Лука, когда говорит, что после этого вошел в него сатана Не потому, что пренебрегал телом Господним, но и издеваясь над бесстыдством предателя Иоанн 13, 27 Грех этот велик был в двояком отношении И потому, что он с таким расположением приступил к тайнам И потому, что приступивший не вразумился ни страхом, ни благодеянием, ни честью Христос не препятствовал ему, хотя и знал все Чтобы ты познал, что он не оставляет ничего, что служит к исправлению Поэтому и прежде, и после этого непрестанно вразумлял и удерживал предателя И словами, и делами, и страхом, и угрозами, и чести, и услугами Но ничто не предохранило его от жестокого недуга Вот почему Христос, оставив наконец его через тайны, опять напоминает ученикам о своей смерти И на вечере беседует о кресте Чтобы через частое предсказание сделать для них свое страдание удобо приемлемым Действительно, если они после стольких событий и предсказаний смутились То чего не потерпели бы, если бы ничего такого не услышали? Для чего Христос совершил это таинство во время Пасхи? Для того, чтобы ты из всего познал, что он есть законодатель Ветхого Завета И что написанное в этом Завете служит прообразованием новозаветних событий Поэтому-то Христос вместе с образом полагает и самую истину Вечер же служил знаком полноты времен и того, что дела приходили уже к концу Возблагодарил, научая нас, как должно совершать это таинство Показывая, что он добровольно идет на страдания Наставляя нас переносить страдания с благодарностью И возбуждая в нас благие надежды Если образ был освобождением от столь великого рабства То тем более истина освободит вселенную и предаст себя до спасения нашего естества Вот почему Христос не прежде установил таинство Но когда надлежало уже упраздниться предписанному законом Он упраздняет самый главный праздник иудеев Призывая их к другой страшной вечере И говорит, примите и идите, есть тело мое за вас ломимое Каким образом ученики, услышав это, не смутились? От того, что Христос и прежде много важного говорил им об этом таинстве Поэтому теперь он и не дает более наставления относительно этого Так как они довольны уже слышали А показывает только причину страдания, то есть отпущения грехов И называет кровью Нового Завета, то есть обетование, возвещение нового закона Это обещано было из древле И составляет Новый Завет И как Ветхий Завет имел овнов и тельцов Так и Новый Завет имеет кровь Господня Этим сам Христос показывает и то, что Он претерпит смерть Потому упоминает и о Завете Вспоминает вместе о Первом, так как этот Новый Завет обновлен был кровью Далее опять говорит о причине смерти Которая за многих изливаемая в оставление грехов И прибавляет все творите в мое воспоминание Видишь ли, как Христос отклоняет и отвращает от иудейских обычаев Как Пасху вы совершали, говорит он, воспоминания чудес бывших в Египте Так и это таинство совершайте в мое воспоминание Кровь Ветхого Завета была изливаема во спасение первородных А эта кровь изливается во оставление грехов всего мира Сие есть кровь моя, говорит он, изливаемая во оставление грехов Это сказал он также для того, чтобы показать, что страдание и крест Суть таинства И этим опять утешить учеников И как Моисей сказал Это да будет памятным для вас вечно Исход 3.15 Так и Христос говорит в мое воспоминание До того времени, как я приду Потому, говорит еще Сильно желали есть эту Пасху с вами Лука 22.15 То есть предать вам новое усыновление и даровать Пасху, чтобы через нее сделать вас духовными И сам пил из чаши для того, чтобы ученики, услышав это, не сказали Что такое? Мы пьем кровь и едим плоть И оттого не смутились Ведь когда Христос говорил об этом, то и самыми словами многие соблазнялись И так, чтобы ученики и тогда не смутились Он сам первый совершил это, побуждая их приступить к приобщению тайн без смущения С этой-то целью он и пил сам собственную кровь Что же? Не должно ли, скажешь ты, совершать и древнее, и новое таинство? Ни в каком случае Христос для того и сказал Сие творите, чтобы отклонить от древнего Если новое таинство дарует оставление грехов А оно действительно дарует То древнее уже излишне Поэтому, как было у иудеев Так и здесь с таинством Христос соединил воспоминания благодеяния И этим заграждает уста еретиков Когда они говорят, откуда известно, что Христос принес себя в жертву То мы, кроме других свидетельств Заграждаем уста их и самыми таинствами Если Иисус не умер То символом чего же служит таинство? 821 Видишь ли, как много Христос заботился о том Чтобы мы всегда вспоминали, что Он умер за нас Так как имели и виться последователи Маркиона Валентина и Манеса Отвергающие это строительство спасения То Он непрестанно напоминает о страдании через самое таинство Чтобы никто не был обольщен И таким образом Эту священную трапезу и спасает, и вместе наставляет Потому что это таинство есть основание благ Вот почему и Павел часто упоминает об этом Затем, после усыновления таинства Христос говорит им Их 29 Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня Когда буду пить с вами новое вино в царстве отца моего Так как Он беседовал с учениками о страдании и кресте То опять говорит о воскресении Упоминает о царстве, называя таким образом свое воскресение Но для чего Он пил по воскресении? Для того, чтобы люди грубо не сочли воскресение призрачным Многие ведь поставили это признаком воскресения Поэтому-то апостолы для уверения в воскресении говорили Которые с ним ели и пили И так желаю показать ученикам, что они ясно увидят Его по воскресении Что Он опять будет с ними И что они сами будут свидетелями событий И посредством видений, посредством дел Он говорит Когда я буду пить новое вино с вами При вашем свидетельстве Вы увидите Меня после того, как Я воскресну А что значит новое? Новым, то есть необыкновенным образом Не в теле подверженном страданию Но уже бессмертным, нетленным и не имеющим нужду в пище И так по воскресении Христос ел и пил не в силу необходимости Тогда тело Его уже не нуждалось в этом А для удостоверения в воскресении Но для чего по воскресении Он пил не воду, а вино? Для того, чтобы совершенно исторнуть другую злую ересь Так как некоторые в тайнах употребляют воду То, чтобы показать, что и при установлении таинства употреблял вино И по воскресении, когда без таинства предлагал обыкновенную трапезу Так же употреблял вино Говорит, от плода виноградного Виноградная же лоза производит вино, а не воду И воспевши пошли на гору Илеонскую Да слышат все те, которые подобно свиньям Принимают пищу без молитвы, попирают чувственную трапезу И встают от нее опьянелыми, тогда как должно оканчивать ее с благодарностью и пением Слушайте и вы, которые не дожидаетесь окончательной молитвы при совершении тайн Эта молитва есть образ Христовой молитвы Христос возблагодарил прежде, нежели предложил трапезу ученикам Чтобы и мы благодарили Возблагодарил и воспел И после трапезы, чтобы и мы делали то же самое Но для чего он пошел на гору? Для того, чтобы явить себя тем, которые хотели взять его, чтобы не подумали, что он скрывается Поэтому спешил идти на место известной и Иуде Тогда, говорит он, все соблазнитесь о мне Потом приводит пророчество, ибо написано Поражу пастыря и рассеются овцы Чтобы с одной стороны убедить учеников всегда внимать Писанию А с другой показать, что он распинается по воле Божией И чтобы из всего видно было, что он не противник Ветхому Завету и Богу В нем возвещаемому Что совершающееся есть дело смотрения Божия И что все настоящие события и зрели предвозвестили пророки Чтобы ученики, несомненно, надеялись на лучшее Вместе с этим дает знать, каковы были ученики столь перед крестной смертью И каковы после крестной смерти Те, которые во время распятия не могли даже устоять После смерти его сделали сильны и крепче Адаманта А это самое, то есть бегство и страх учеников Служат доказательством смерти Спасителя В самом деле, если после столь великих событий и свидетельств Некоторые бесстыдно говорят, будто Христос не распят То в какое бы нечестие они ни впали, если бы ничего такого не случилось Поэтому не только своими страданиями, но и состоянием учеников А также и тайнами Христос подтверждает истину смерти своей Посрамляя всем этим зараженных ересью Маркиона Поэтому же и верховному апостолу попускает отречься В самом деле, если он не был связан и распят То отчего объял такой страх и этого апостола и прочих Впрочем, Христос не попустил им оставаться в печали Но что говорит? По воскресенье же моем предварю вас в Галилее Он не является с неба тотчас же и не удаляется в какую-либо дальнюю страну Но остается среди того самого народа, среди которого был распят И почти в тех самых местах, чтобы этим уверить учеников Что он сам и распят был, и воскрес И тем более утешить их в печали Потому и сказал в Галилее, чтобы, освободившись от страха иудеев Они поверили его словам Потому же он и явился там Петр же сказал ему в ответ Если и все соблазнятся о тебе, я никогда не соблазнюсь Что ты говоришь, Петр? Пророк сказал Рассыплются овцы Христос подтвердил сказанное, а ты говоришь нет Разве тебе недовольно того, что случилось прежде Когда ты говорил, будь милостью к себе И был обличен Христос опускает пасть Петру для того, чтобы научить его во всем повиноваться ему И определение его почитать вернейшим собственного суждения Да и прочие получили немало пользы от его отвержения Познавши немость человеческую и истину Божию Когда сам Бог предсказал что-нибудь, то не должно уже оспаривать этого И восставать против многих Хваление, говорит апостол, ты будешь иметь в себе, а не в ином Галатам 4.4 Набежало бы молиться и говорить, помоги нам не разлучаться А он надеется на самого себя и говорит, если все соблазнятся о тебе, только не я То есть хотя бы все потерпели это, но я не потерплю Что мало-помалу приводило его к гордости Желая удержать его от этого, Христос и попустил отвержение Так как Петр не внимал словам ни Христа, ни пророка Хотя Христос для того и привел свидетельство пророка, чтобы ученики не противоречили То он научается самыми делами А что Христос попустил Петру отвергнуться, для того, чтобы исправить в нем этот порог Послушай, что он говорит Но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя Это сказал он для того, чтобы сильно тронуть его и показать, что его падение опаснее падения прочих И требует большей помощи В самом деле здесь было два преступления Во-первых, то, что он противоречил Во-вторых, то, что ставил себя выше других Или лучше сказать, было и третье преступление То, что он все приписывал самому себе И так, для уврачевания этого Христос и попустил падение И потому, оставивший прочих, обращается к Петру Симон говорит Симон, все, сатана просил, чтобы я сеял вас, как пшеницу То есть возмущал, колебал, искушал Но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя Но почему же, если сатана просил всех, Христос не сказал, молился за всех Не очевидно ли, что это имеет ту же цель, о которой я говорил выше То есть, что Христос обращает слово свое к Петру, чтобы тронуть его и показать, что его падение опаснее падения прочих Почему, тоже не сказал он, я не попустил, но молился Идя на страдания, он говорил смиренно, чтобы показать свое человечество Тот, который создал церковь на исповедании Петра и так оградил ее, что бесчисленные опасности и смерти не одолеют ее Который дал ему ключи Царствия Небесного, вручил столь великую власть И для совершения этого не имел нужды в молитве Не сказал тогда, молился, но со властью сказал Сози жду церковь мою и дам тебе ключи Царства Небесного Таким образом, нуждался в молитве для утверждения колеблющейся души одного человека Почему же, сказал так, по той причине, о которой я говорил И по причине немощи учеников своих, так как они еще не имели надлежащего о нем понятия Как же Петр отрекся? Христос не сказал, чтобы ты не отрекся, но чтобы не оскудила вера, чтобы он не погиб совершенно И это было делом попечения Христова Действительно, безмерный страх, объявший Петра, все рассеял А безмерным этот страх был потому, что Бог совершенно лишил его своей помощи А лишил помощи потому, что в нем была сильна страсть гордости и противоречия Итак, для совершенного истребления этой страсти Бог допустил столь сильному страху объять Петра А что эта страсть была в нем сильна, видно из того, что он не удовольствовался тем Что прежде противоречил и пророку, и Христу Но и после того, когда Христос сказал ему Истинно говорю тебе, что сию ночь прежде, нежели пропоет петух Трижды отречешься от меня, говорит Если бы надлежало мне умереть, не отрекусь от тебя Лука же прибавляет, что чем более Христос опровергал, тем более Петр противоречил Что значит это, Петр? Когда Христос говорит, что один из вас предаст меня, ты боялся, чтобы не быть предателем И побуждал ученика спросить, хотя ничего подобного не сознавал в себе А теперь, когда он ясно провозглашает и говорит Все вы соблазнитесь, ты противоречишь И не одна же только, а дважды и много раз Так именно говорит Лука Отчего же это случилось с ним? От великой любви, от великой радости Когда он освободился от того страха относительно предательства и узнал предателя То говорил уже с дерзновением и возвышая себя над другими Заявлял, если все соблазнятся, но я не соблазнюсь Зависело это отчасти от честолюбия Так как на вечере ученики рассуждали о том, кто из них больше Так мучила их эта страсть Вот почему Христос уничижил Петра не с тем, чтобы побудить его к отвержению, да не будет Но чтобы оставив его лишенным помощи показать слабость человеческой природы Смотри, как после этого он сделался кроток Когда по воскресенье сказал, а он что? И был остановлен, то не осмелился уже противоречить, как здесь, но умолчал Так же и при вознесении, когда услышал Не ваше дело знать времена и сроки Опять молчал и не противоречил И после этого, когда Нагорница и привидение Плащаница Услышал голос, говорящий ему Что Бог очистил того непочитания чистым Еще не знал ясно, что значат эти слова Молчал и не спрашивал Все это было следствием падения Прежде этого Петр все приписывал себе, говоря Если все соблазнятся, я не соблазнюсь Если бы мне надлежало и умереть с тобой, не отрекусь от тебя Тогда как надлежало бы сказать, если получу от тебя помощь Но после падения он говорил совершенно противное Что смотрите на нас, как будто своей силой или благочестием сделали, что этот ходит Деяние 3.12 Отсюда мы научаемся той великой истине Что недостаточно бывает собственного старания человека, если он не получит высшей помощи И наоборот Что мы не получим никакой пользы от высшей помощи Если не будет у нас собственного старания То и другое доказывает Иуда и Петр Первый, получивший много помощи, не получил никакой пользы Потому что не захотел и не приложил собственного старания А последний и при собственном старании пал Потому что не получил никакой помощи Добродетель слагается из этих двух принадлежностей Поэтому я умоляю, чтобы вы, предоставляя все на волю Божию, не предавались усыплению И чтобы при собственном старании не думали, что вы все совершаете собственными трудами Богу не угодно, чтобы мы были неродивы А потому Он не все Сам совершает, равно не угодно Ему и то, чтобы мы были самонадеянны Вследствие чего не все нам дал Но из того и другого, отнявший вредное, оставил нам полезное Поэтому же попустил пасть и Верховному Апостолу Чтобы сделать его кротким и возбудить к большей любви Кому больше сказано оставиться Больше возлюбит Лука 7.47 Итак, будем во всем поминоваться Богу И ни в чем не будем противоречить Хотя бы слова его казались противными нашим мыслям и взглядам Но пусть управляет слово его нашими мыслями и взглядами Таким же образом будем поступать и в таинствах Обращая внимание не на внешность только, но содержа в уме своем слова Христовы Слово его не приложено А наше чувство легко обольщается Первое никогда не погрешает, а последнее часто обманывается Поэтому, когда Христос говорит «Сие есть тело мое» То убедимся, будем верить и смотреть на это духовными очами Христос не предал нам ничего чувственного, но все духовное Только в чувственных вещах Так и в крещении Через чувственную вещь, воду, сообщается дар А духовное действие состоит в рождении и обновлении Если бы ты был бестелесен, то Христос сообщил бы тебе эти дары бестелесно Но так как душа твоя соединена с телом То духовное сообщается тебе через чувственное Как многие ныне говорят «Желал бы я видеть лицо Христа, образ, одежду, обувь» Вот ты видишь его, прикасаешься к нему, вкушаешь его Ты желаешь видеть одежды его, а он дает тебе самого себя И не только видеть, но и касаться, и вкушать, и принимать внутрь Итак, никто не должен приступать с небрежением Никто с малодушием Но все с пламенной любовью Все с горячим сердцем, усердием и бодростью Если иудеи ели агнца с поспешностью Стоя и имея сапоги на ногах И жезлы в руках То гораздо более тебе должно бодрствовать Они готовились идти в Палестину А потому имели вид путешественников Ты же готовишься идти на небо Поэтому должно всегда бодрствовать Немалое предстоит наказание тем, которые недостойно приобщаются Подумай, как ты негодуешь на предателей и на тех, которые распяли Христа Итак, берегись, чтобы и тебе не сделать все виновным против тела и крови Христовой Они умертвили все святое тело И ты принимаешь его нечистой душой после столь великих благодеяний В самом деле, он не удовольствовался лишь тем, что сделался человеком Был заушен и умершлен Но он еще сообщает себя нам И не только верой, но и самым делом делает нас своим телом Насколько же чист должен быть тот, кто наслаждается этой жертвою? Насколько чище лучей солнечных должны быть Рука, разрабляющая эту плоть, уста, наполняемая духовным огнем Язык, обогряемый страшной кровью По мысли, какой чести мы удостоены Какой наслаждаешься трапезою При виде чего трепещут ангелы И на что не смеет звенуть без страха По причине сияния отсюда исходящего Тем мы питаемся С кем сообщаемся и делаемся одним телом И одной плотью со Христом Кто возглаголит силы Господние Слышан и сотворит вся хвалы Его Солом 105.2 Какой пастырь питает овец собственными членами Ну что я говорю, пастырь Часто бывают такие матери Которые новорожденных младенцев отдают другим, кормилицам Но Христос не потерпел этого Но Сам питает нас собственной кровью И через все соединяет нас с Собою Размысли же, что он родился от вашего естества Но ты скажешь, это не ко всем относится Напротив, ко всем Если он пришел к нашему естеству То очевидно, что пришел ко всем А если ко всем, то и к каждому в отдельности Почему же ты скажешь, не все получили от этого пользу Это зависит не от того, который благоволил совершить это для всех Но от тех, которые не восхотели С каждым верующим он соединяется посредством тайн И Сам питает тех, которых родил И не поручает кому-либо другому И этим опять уверяет тебя в том, что Он принял твою плоть И так, удостоившись такой любви и чести Не будем предавать собеспечности Не видите ли, с какой готовностью младенцы берут сосы С каким стремлением прижимают к ним уста свои С таким же расположением и мы должны приступать к этой трапезе И к сосу духовной чаши Или лучше сказать, мы с большим еще желанием Должны привлекать к себе, подобно грудным младенцам Благодать Духа И одна только у нас должна быть скорбь Та, что мы не приобщаемся этой пище Действия этого таинства совершаются нечеловеческой силою Тот, кто совершил их тогда, на той вечере И ныне совершает их Мы занимаем место служителей А освящает и притворяет дары Сам Христос Да не будет здесь ни одного Иуды, ни одного серебролюбца Если кто не ученик Христов, то пусть удалится Трапеза не допускает тех, которые не таковы С учениками моими, говорит Христос Сотворю Пасху Это та же самая трапеза, которую предлагал Христос И ничем не менее той Нельзя сказать, что ту совершает Христос, а эту человек Ту и другую совершает Сам Христос Это место есть и та самая горница, где Он был с учениками Отсюда они вышли на гору Илеонскую Выйдем и мы туда, где простерты руки нищих Это именно место есть гора Илеонская Множество же нищих Это маслины, насажденные в Доме Божьем Истощающий елей, который будет полезен для нас Там, которые имели пять дев И которого не взявши, другие пять погибли Взявши этот елей, войдем, чтобы нам с горящими светильниками Выйти навстречу жениха Взявши этот елей, выйдем отсюда Не должен приступать сюда ни один бесчеловечный Ни один жестокий и немилосердный Словом, ни один нечистый 828 Это говорю вам, которые приобщаетесь и вам, которые служите Нужно побеседовать и с вами, чтобы вы со многим тщанием разделяли эти дары Немалое наказание ожидает вас, если вы, признавши кого-либо нечистивым, позволите причаститься этой трапезы Кровь его взыщется от рук ваших Хотя бы кто был полководец, хотя бы высший начальник, хотя бы сам царь, носящий диадему Но если приступает недостойно, то запрети ему Ты имеешь больше власти, нежели он Если бы тебе поручено было сохранять в чистоте источник воды для стада И ты увидел овцу, имеющий на устах много грязи То не позволил бы ей наклониться и возмутить источник Но теперь вручен тебе источник не воды, а крови и духа И ты, видя некоторых имеющих грех, которые хуже земли и грязи И приступающих к этому источнику, не вознегодуешь, не воспрепятствуешь Какое ты можешь получить прощение? Для того Бог удостоил вас этой чести, чтобы вы разбирали такие дела В этом состоит ваше достоинство, ваша важность, ваш венец А не в том, чтобы вы облекались в белую и блистательную одежду Но как, скажешь, я могу знать того и другого Я говорю не о неизвестных, но о известных людях Скажу нечто более страшное Не столько опасно приступать к этому таинству бесноватым Сколько тем, которые, как говорит Павел, попирают Христа Кровь завета не почитает за святыню И ругается над благодатью Духа Евреям 10.29 Приступающий во грехах хуже бесноватого Последний не наказывается, потому что он беснуется А приступающий недостойно предается вечному мучению Итак, будем удалять не только бесноватых Но и всех, которых увидели бы недостойно приступающими Никто не должен приобщаться, если он не из числа учеников Христовых Никто не должен принимать дары подобно Иуде, чтобы не потерпеть участь Иуды Это собрание верующих, есть также тело Христова Поэтому ты, служитель таинств, смотри Чтобы тебе не раздражить владыку, если не будешь очищать это тело Смотри, чтобы не дать меча вместо пищи Но хотя бы кто и по неразумии пришел для причащения, воспрети ему, не бойся Бойся Бога, а не человека Если будешь бояться человека, то от Бога будешь уничижен А если будешь бояться Бога, то и от людей почитаем Если ты сам не смеешь, то приведи ко мне Я не позволю этой дерзости Скорее предам душу свою, нежели причащу крови Господней недостойного Скорее пролью собственную кровь, нежели причащу столь страшной крови того, кого не должно Если же кто после многих испытаний не найдет недостойного, то не будет виновен Это сказано мною об известных людях Если мы исправим этих, то Бог и неизвестных скоро соделает нам известными И если же мы оставим без внимания известных нам То для чего ему делать других нам известными Это я говорю не для того, чтобы мы только удаляли и отсекали Но для того, чтобы мы исправляли и возвращали их Чтобы имели попечение о них Таким образом мы и Бога умилостивим И найдем много достойных причастников И получим за свое старание и попечение о других великую награду Которой досподобимся всем и благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа Которому слава во веки веков Аминь